ну что ж привет у всех друзьям вот немного задержался я пробках никак не мог доехать аварии на дорогах ремонт и так далее вот чуть позже сегодня начинаем поговорим сегодня у нас 7 августа поговорим наших валютных парах так ну как всегда начнем с евро так ну что же по евре так друзья по евре рассматриваем на днях вот отличный пин бар вчерашнего дня вот скажем так от него я уже купил так если видите у меня идут покупки плановые вот скажем так несмотря на то что на недельках мы пробили уровень недель как мы пробили вот этот уровень и от него покупал пасим также вот я считаю что мы все равно пойдем наверх вот галочками обозначены у меня ключевые цели вот профит и стоять чуть чуть пониже профит и я перенес на уровень первого своего открытого первой своей открытой позиции на покупку на покупал ее вот от этого фото вот уровня вот этого вот вот отсюда весь этот вот я в принципе покупал даже несмотря на то что пошло ниже так вот здесь я много приобрел но приобретал на фоне так сказать на дневном уровне вот этих пин бара вот 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 этого пин бара покупал хвоста вот здесь вот вся покупал как это вот и я предполагаю что мы как раз таки пойдем наверх чем наверх достаточно существенно уровень 1 и уровень 2 соответственно целевой вот примерно так примерно мое видение вопроса о евре вот на четырех часах принципе откатываем как раз таки тоже от нисходящей вот этот нижней части нисходящего нисходящей поддержки да и нарисован в принципе сужающийся канал то есть я могу предположить как минимум же опять же вот этот вот диапазон для первой цели и как максимум пробитие этого канала наверх и соответственно диапазон 1.36 я думаю на 1.36 мы сходим и оттуда уже надо будет думать смотреть что будет дальше пойдем ли наверх пойдем ли вниз но скорее всего я не буду рассматривать дальше этого диапазона покупки будем смотреть будем посмотреть потому что на мой взгляд уже сформировалась в принципе нисходящая тенденция вот мы хотя и не пробили вот на недельном уровне 32 800 грубо говоря если бы мы пробили 32 800 то есть у меня там крайняя покупка стоит на 32 700 вот от которой я которая не просто не дошла до меня сама вот вот я бы наверное уже задумывался какой-то фиксации убытков но сейчас мы подскатим наверх и я надеюсь что вот этот дневной пин-бар он отработается грубо говоря 200 пунктов 200 пунктов в течение там двух недель там месяц этого я по всем своим набранным позициям заберу ну то есть точнее ход цены составит 200 пунктов вот это что касаемо евро вот хотя на самом деле евро уже несколько раз от обманывала этими пин-барами то есть вот что две недели назад был дневной пин-бар такой хороший да от которого я тоже покупал вот ну я думаю это всего лишь набор позиции опять же крупных игроков я стараюсь идти с ними в ногу и буду смотреть вот что в принципе теоретически могу даже предположить поход на там 1 и 4 но это в длительной перспективе пока пока нет пока не готов что-то рассматривать всерьез такую цель вот по фунту по фунту вот скажем так по фунту пока ничего не могу сказать формируется в принципе возможно двойное дно несмотря на вчерашнюю если брать 4 часа вот несмотря на вчерашнюю скажем так плохую статистику по фунту он не пошел не пошел не пробил предыдущий минимум вот он даже не коснулся его соответственно я предполагаю поход наверх то есть вот у меня были покупки я предполагал поход чуть ранее да то есть в рамках предыдущего флета но так вот если рассматривать на днях я считаю что это была частичная фиксация прибыли у крупника немного охладили цену вот ну и сейчас опять мы находимся в зоне когда вполне возможен поход наверх покупать я не буду равно как и продавать буду смотреть как будет развиваться сама и по возможности буду конечно закрывать свои вот эти покупки которые были предыдущие потому что в принципе неверное было решение у меня наверное покупать на максимумах хотя по моим моделям тут конкретно была сформированная модель на поход наверх как минимум в рамках до цены 71600 71600 и я предполагал что она туда пойдет соответственно профит и поставил 71300 вот и просто ну ожидал такого небольшого ну прошли ниже ничего страшного я думаю мы сюда вернемся даже хотя бы в рамках нарисовать второе плечо например у возможно формирующейся фигуры голова плечи вот примерно вот в этих вот рамках вот в любом случае я здесь ничего не потеряю даже чуть-чуть заработаю но покупать пока не готов вот это что касаемо вот так вот так вот так так поедение у меня ничего нет у меня стоят от ложки на сто семьсот ну сто восемьсот грубо говоря вот я не готов сейчас ни покупать ни продавать поедение сказать пока ничего не могу у уже давнишний флэк на днях он на недельках он вообще очень хорошо выражен то есть если открыть недельки то линия будет у нас просто то 1 200 просто подчеркивает вот могу предположить что это центробанк японии не пускает нас туда ну да бог знает какой-то определенный момент невыгодно станет не пускать и они все пустят тогда не знаю не готов сейчас не покупать и не продавать буду ждать будут смотреть отложку поставил будем смотреть отложка будет минимальным стопом если пойдем раньше наверх ну да бог с ним значит судьба по ей не поработает вот по франку по франку обратная ситуация относительно евро вот но в данном случае я несмотря на то что расходящий канал у нас на четырех часах я в принципе готов предполагать двойную вершину вот здесь формированную да и возможно поход на на низ точно так же как и по евре наверх ну тут я сильно много не беру 89 700 профит у меня стоят от предыдущих покупок вот и будем смотреть тут важно чтобы пробило сейчас поддержку восходящего четырехчасового канала вот пробьет ну значит пойдем перспективе тоже там недель двух восемьдесят девять ну я думаю восемьдесят девять пятьсот где-то восемьдесят девять шесток вот будем смотреть ну в любом случае я буду закрывать эти вот продажи то есть в принципе можно было бы еще еще до продавца да ну как то вот не хочется не хочется не хочется буду ждать буду смотреть что будет формироваться вот так канадец канадец у нас четкий восходящий проблемный хотя в принципе вот если смотреть да у меня обозначены зоны плата я предполагаю что в ближайшее время до ближайший месяц может быть даже полтора будет он ходить вот в этих зонах вот вчера пробили наверх эту зону и вернулись в них может быть и есть смысл чуть-чуть зону немного как бы расширить все таки да то есть если учитывая предыдущую вершину вот можно вполне мне расширить эту зону вот таким образом вот вот посмотрим посмотрим ну в любом случае продавать сейчас я не вижу смысла буду если пойдет вниз все таки да как вот я думаю я буду покупать в нижней зоне значит здесь мы пробили сопротивление нисходящего канала соответственно ну идем наверх возможно возможно можно обозначиться вот таким образом то есть вполне вполне достойный тоже вариант нисходящего канала может быть мы и не вышли за его рамки то есть вот как видите да толкнулись вот от нисходящей линии вот из этого расчета в принципе я и строю вот этот флэт то есть возможно будем рисовать треугольник вот в этих рамках то есть в рамках треугольника конечно можно поторговать но я бы предпочел торговать конечно нижней границы треугольника в покупке в данном случае нежели от верхней продажи вот потому что если рассматривать недельный график очень замечательно мы закончили коррекцию о чем я в принципе там говорил на предыдущих брифингах да то есть я здесь в течении этой коррекции как бы я покупался сейчас я закрыл все покупки то есть она уже достигла на их целевых уровней вот и в принципе вот буду смотреть если на этой неделе вот такой вот какой-то пин барчик спормируется может быть может быть я в понедельник там или во вторник посмотрю и даже продамся но опять же в рамках вот этого совсем небольшого треугольника вот вполне в принципе вариант на продажу имеется какой-то но лучше лучше конечно покупать лучше покупать от него от этой границы 08 400 отличный уровень для покупок на будущее ну если пройдет вниз да ну а следующего уровня вот ну через 100 пунктов грубо говоря можно будет еще прикупиться ну это уж кто как торгует вот что касается каната так ауди по ауди я медведь медведь страшный и вот я его всю дорогу продаю то есть видите вот стрелочки там вверху да и буду буду держать продажи как минимум до 90 буду смотреть возможно там будет какой-то след коррекция там и еще что-то ну по ауди я в продажах по ауди я в продажах без всяких без вариантов вот и покупать покупать можно конечно попробовать где-то прикупиться но это не особенно я не вижу особых покупок хотя в принципе ну если брать условием тренда то что вершина выше каждая вершина выше там каждый тоже выше допустим предыдущего то у нас пока сохраняется восходящие тенденции то есть если мы посмотрим да там допустим вот допустим у нас одна вершина вот вторая вершина да они выше друг друга то есть вполне вот этот низ и вот этот низ допустим он пока еще выше выше то есть в принципе тендент это восходящее вот но не знаю если брать более такой канал уже пробили его и пошли вниз то есть теперь надо чтобы прошли ну еще хотя бы до до 92 то есть еще 60 пунктов 60 пунктов если пройдем я буду считать что безвозвратно хотя вот на уровне на это можно конечно будет рассматривать какие-то краткосрочные совершенно покупки там 23 там 40 пунктов совершенно небольшие вот на коррекции движения вниз ну это что касается скажем так как ауди да так дальше смотрим новозеланд по новозеландцу все продажи я закрыл то есть у меня тут был небольшой замок вот образовался у меня сейчас отрицательный отрицательный equity вот по этим сделкам которые у меня поиски были ну я почему я закрыл шорты потому что предполагаю все таки коррекционный поход наверх от текущего падения опять же если рассматривать определение тренда то есть мы не пробили пока еще нижние вот все все у нас вершины восходящие вот все низы тоже восходящие то есть тут пока без вариантов то есть это вот сейчас на мой взгляд самое оптимальное место с минимальными рисками закупаться на новозеланд вот выносить стопы грубо говоря 83-800 ставите там 83-9 800 да где-то и как раз смотря кому как то есть 60 пунктов стоп может быть кому-то и много ну я закрывал практически по низу своим по 84-300 я закрывал свои продажи вот выжил из этой из этих продаж максимум вот и сейчас предполагаю все таки коррекционное движение наверх то есть в принципе только 200 пунктов я думаю мы должны отработать наверх опять же даже если у нас произошел перелом тренда покупателям которые гнали нас все это время наверх неудобно и невыгодно сразу ломиться вниз мы здесь еще поплетим вполне 87 цена доступная пока еще в рамках даже формирования скажем так фигуры головоплечья я однозначно предполагаю формирование единственно что в рамках этой фигуры опять же одно плечо может быть не очень корректно да то есть по идее должны были все равно опуститься еще хотя бы на 80 ниже ниже предыдущего алоэ вот ну посмотрим посмотрим как это будет выглядеть вот 87 перспективная цель на мой взгляд вполне по новозеландсу да что что можно сделать такой кривой ладно это что касаемо новозеландцы так по еврофранку по еврофранку я закрыл все свои покупки там всевозможные надоело мне в том плане что слишком долгосрочный занят занята у меня часть депозита на нем вот и просто просто мешало мне это сделка мне не хватало депозита по моей стратегии не хватало депозита на других сделок на другие сделки я просто закрыл и все хотя в принципе сейчас вот как раз может быть есть смысл был бы смысл снова прикупить на самых практически низ но слишком долго слишком нудная пара я решил не торговать даже с учетом предыдущих заявлений на тему повышения планки еврофранк со стороны банка это непонятно когда произойдет что это как это будет выглядеть полистала историю по еврофранку можем в принципе даже быстренько скакнуть вниз там на 1.0 и потом вылететь на 1.35 это вполне реально как бы по истории франка поэтому я решил не играться в эти игры глупые вот и просто закрыл закрыл все сделки по этой паре вот так норвежец норвежец по норвежце я в продаже норвежец сейчас как раз вошел в зону своего тоже максимума причем текущий максимум ниже ниже предыдущего то есть мы даже не дошли до него вот соответственно ну не дошли немного конечно тем не менее вот буду рассматривать поход даже не то что буду рассматривать рассматривать поход соответственно здесь в этих в рамках похода уже начался покупки покупки начал немного заранее покупал продажи изменять продажи вот покупал пинов вот этих вот на днях предполагал что уже отсюда пойдет ну видите вышло выше как бы ничего страшного в этом я не вижу вопрос еще здесь тоже пина там значит на днях да был здесь несколько дней назад четвертого числа вот отсюда продавал пока ходит здесь в этих пределах это нормально даже если рассматривать недельки вот у меня еще одна отложка стоит на 6 3 4 6 35 почти 6 34 90 вот даже если сюда пойдем то есть будет накоплено достаточно приличную позицию на продажу вот максимум что я вижу возможный поход 1 6 39 6 39 то есть выше вряд ли конечно потому что это так так все секунду вот 6 39 это в рамках восходящего канала вот на недельках если видно там все вот соответственно посмотрим ну крайняя покупка у меня будет 6 35 конечно выше то уже не буду покупать потому что сделать сделать уже есть как бы депозит немного исчерпан плановый по крайней мере на эти сделки все буду ожидать ну это может быть по норвежску это может быть как и сделка буквально завтрашнего дня там может быть растянется ну на месяц например вполне так и целями я обозначаю себе 6 0 6 0 вот мои цели то есть которые опять же в рамках допустим недельного вполне отвечают нормам нормам требуемым то есть это половина примерно канала я никогда не беру максимум в канале стараюсь это не делать пол канала тем более если сейчас формируем вот здесь вот так да то есть неделя заканчивается у нас неделя заканчивается если на недельке мы сформируем пин какой-то да ну очень актуальные продажи будут на днях мы уже сформировали здесь какой-то флэт небольшой все с пинами с хвостами верхними то есть в принципе оправданы продажи на мой взгляд по крайней мере более хороший уровень вот посмотрим посмотрим куда заведет нас день завтрашний вот очень очень надеюсь что золото будет дорожать хотя золото я не торгую вот ну как покажет практика наблюдать за ним конечно надо то есть чем дороже золото тем дешевле доллар в целом пар и можно даже побоюсь этого слова скажем так ориентироваться на золото торговли по другим парам вот это очень актуально то есть золото вверх доллар вниз это просто вот ну это что касается текущей ситуации у меня на рынке вот есть какие-нибудь вопросы может быть ко мне что-нибудь непонятно так ну ладно если нет вопросов все всем пока всем до свидания до следующих встреч следующий четверг спасибо 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 спасибо